всем здарова ребятки меня зовут павел и сегодня мы начнем соло прохождение на время новогодних каникул она будет максимально сложным ну и делаем ставки наверное дней на 30 хотя бы обратить внимание на правый нижний угол russian localization by fenimag версия 105 кстати надо было проверить все-таки обновление ссылочку на русификатор и на зерно я оставлю в описании я правда еще не знаю что это за зерно правила игры здесь у нас безнадежный сложность безумная луна джейсон потому что вроде как это рандомный такой какой-то хардкор сложные вызовы дает нам это луна но дает время к ним подготовиться посмотрим регион новый и во вкладке далее мы выбираем кого конечно же самого ложного персонажа который вообще не может драться правда он еще не может испытывать срывов или эйфории возможно это больше плюс чем минус но вот этот вот навык пацифист не будет драться или охотиться ни при каких условиях должен доставить нам кучу сложностей и неудобств давайте начнем игра предупреждает что никто из выживших не может выполнять эти действия бой охота забить разделать вы хотите продолжить да конечно так вот мы приземлились ставим на паузу сразу во вкладку расписания сон часов 5 пару часов отдыха и работы давайте осмотримся что тут у нас есть поблизости так деревья вижу нужно поставить на первую скорость должны прилететь а вот они первые наши обломки металла жалко кена не выбрал у него есть полезный навык в два раза больше собирает блин дерево тут было его нету к сожалению все все обломки прилетели есть тут кусочек дерева небольшой вижу вот это наша будущая еда на первое время ее сразу нужно исследовать что еще он немножечко ткани рядышком сена плюс зерно имеется окно а построимся мы для начала хотя бы где-нибудь вот тут вот или тут сейчас подумаем так нас есть пять пайков персонаж на 1 давайте с ним поближе немножечко познакомимся все навыки на нуле ложность максимальная черты основные раскрепощенные не может испытывать срывов или эйфории также пытаются успокоить других независимо от собственного мнения о них имеет повышенные шансы на успех помимо этого пацифист не будет драться или охотиться ни при каких обстоятельствах любимое занятие играет музыку его история такова он у нас просветленный на расу с раннего возраста приходилось работать на урановых рудниках титана а по вечерам его обучала мать свой 23 день рождения он испытал измененное состояние сознания и целыми днями сидел неподвижно он был настолько сосредоточен внутри себя что мыши поедали его плоть не беспокоя его какой кошмар он воспринимает мир как единое целое не будучи чем-то отдельным или находящимся вне его самого он одинаково любит всех существ переживая мир и самого себя поскольку все это одно и то же хорошо мой юный пацифист но как юный сколько тебе 38 неплохо а хранилища сразу ставим здесь вот склад вот таким вот незамысловатым образом не отправляем на раса а он сам пойдет построить а потом и перенесет сюда 5 пайков и гроза начинается прям в первый же день как чё у нас сейчас молния шиндарах нет бедного на раса нам бы без еды не остаться если она прям в них же может долбануть может еще ничего не изучили мы будем надеяться что пронесет ну-ка пока нам везет ладно давайте добудем камень камень то точно нам гроза не сломает ну и относи это все на склад конечно же из подготовка пока что на нуле очень много переносить мы не можем давай этот камень тоже добывай также нам нужен какой-нибудь базовый ресурс уже первая физ подготовка неплохо добудьте этот кусочек камня базовый ресурс камень у нас уже имеется хорошо при нам нужно сена вот здесь вижу клочок небольшой давай срезай отлично сена на складе нам еще понадобится ветки и дерево вот примерно в каком-то таком количестве сколько их тут а вот и первый удар молнии нас все-таки настиг и уничтожил часть ресурсов которые здесь росли до дела получаем у нас асма была серьезно легкая асма от вдыхание дыма видимо и болят травмы удара молнии это хочешь прям покушать прям сейчас 38 процентов сытости давай приятного аппетита жалко что ты первый прием пищи проводишь на ногах конечно так дружище и сразу забирай вот эти вот лиственные кусты а нужно построить для тебя нечто скромное вот здесь вот если получится ну или здесь и дерево сейчас еще добудем и примемся изучать гиптогонии покачивать будем интеллект как же долго он рубит от чего это интересно зависит а легкая гипотермия легкая гипотермия это не есть гуд нам срочно нужна одежда и костер как минимум во второй день получить гипотермию такое себе но переноси переноси и иди за каким-нибудь деревом сейчас я тебя покажу где есть деревья 1 28 единиц а тут 28 единиц а тут 42 да в принципе иди руби это я надеюсь у него прокачаются науки добычи до каким-то образом чтобы он быстрее рубил ветки все что она ветки сена и так далее ой блин жалко их нельзя использовать как транспорт было бы прикольно подсказка о сборе ресурсов появилась но это я все понимаю но пока что нам не до них к сожалению нам нужно обеспечить себя а нашим первым жилищем заходим в меню лагерь устанавливаем спальное место вот так вот а далее нам нужно поставить стол деревянный нему стул и костер вот так вот а сверху поставить укрытие из палок вот вполне себе прежде чем ты примешься кушать построить сначала деревянный стол и стол естественно чтобы ты смог покушать уже за столом молодец большой молодец на раз я с этим персонажем не играл большое количество времени он появился у меня как-то в конце одного из моих прохождений подсказки мы скипаем я с ним не особо знаком но я так чувствую что его чертам пацифист доставит нам большое количество трудностей давай строй укрытие из палок чтобы не спать под открытым небом мало ли еще дождь пойдет это нам не надо с тобой молодец ты бездействуешь сейчас 19 часов то есть в принципе ты мог бы уже начать что-то изучать или принести вот палочек а их всего шесть штук здесь не надо она того не стоит вот здесь вот 9 иди руби вот теперь он как-то побыстрее это делает чего это зависит интересно так 20 часов тебе еще три часа до сна ладно давай тогда вот это вот все руби забирай палки и иди спать третий день укрытие над головой небольшой у нас готова выглядит вполне себе симпатично базовые ресурсы у нас есть значит мы можем во первых отменить сначала приказы можем дать на расу отоспаться и отправить его на исследование рубного растения а если оно где-нибудь у нас поближе территориально ну к сожалению нету ну что поделать нет так нет приятного аппетита покушал погулял теперь отправляется изучать растения у него гипотермия и повод для празднования так мы разбили лагерь так быстро как только могли учитывая обстоятельства мы не спим в грязи у нас есть крыши над головой и костер чтобы освещать темные и неуверенные ночи самое главное мы выжили для нас это кажется достижением достойным уважения мы можем собраться у костра и отпраздновать свое выживание в 19.00 ну хорошо я правда не знаю кого-то конкретно имел ввиду празднование в 19 часов давайте ему в расписании сразу в 19.00 что-то общее поставим или как оно правильно называется любое да вот любым занятием он будет занят в этот час также посмотрим на экипировку тут у нас футболка и комплект экипажа звездолета вообще не есть хорошо во первых защита минимальная во вторых температура температура стойкость тоже минимальная по здоровью у нас гипотермия легкая ушла но осталась астма и травма от удара молнии не гуд не гуд давай изучай гептогоний собирай урожай и мы наверное начнем сразу изучать хлопок потому как нужно скрафтить одежду заняться базовыми исследованиями основами строительства первую очередь у нас дерево есть нас да есть у нас дерево на исследовательский стол разместим его где-нибудь ну вот тут примеру я на последнем издыхании мне действительно нужно немного поспать возможно возможно но тогда если ты сейчас прямо ляжешь поэт и покушать прям захотел ну давай перед сном строй тогда деревянный стол ушей ложись отдыхать у нас по настроению голодный плюс умеренная боль посиделки у костра прям сейчас начинаются и уставший ну принципе неплохой день до 3 только нам нужно ускориться ведь мы не можем никаким образом отбиваться соответственно нам нужно использовать местный рельеф ландшафт заняться биотектурой да вы что-нибудь здесь возвести и просто укрыться от атаки скорее всего это будут фундаменты из сена вот здесь вот надеюсь можно их возвести на сейчас посмотрим для начала пища еще в первую очередь так принципе я думаю он уже нормально отдохнул давайте отправим его сразу наблюдать за трубным растением я надеюсь до того как он станет голоден он их изучит и соберет свой первый урожай давай поехали работать как ты бегаешь забавно на перемотке а 99 сто процентов теперь выделяем гиптогонию зачем я нажал мне нужно собрать урожай собираю рожай мы пока с ребятками прочитаем что же мы открыли странное растение которое может быть редким в этом мире я назвал его гиптогония из-за характерной формы из него получается сладкий сироп который можно собрать использовать для приготовления пищи я бы даже не отказался пить его в сыром виде он кажется безопасным открывается сбору урожая и посадка гиптогонии хорошо но так как навык земледели у нас не прокачан да мы будем терпеть неудачу причем абсолютно рандомно надеюсь не всегда до первые 10 единиц сиропа у нас есть на один прием пищи нам нужно как раз таки десяточка блин что ну хотя бы 20 уже то хорошо 30 единиц а сколько ты можешь унести за раз 40 неплохо вполне себе подождем пока тут еще созреет вот этот можно было попробовать снять ну и тут какое-то количество у нас имеется ему бы перекусить хорошо было бы неплохо травма от удара молнии до сих пор не проходит печально печально покушал спать лег ему прохладно кстати говоря почему не включишь себе костер вот теперь нормально блин зачем ты сел то беба отдохнуть но не хочешь как хочешь гуляй расслабляйся а мы тебе выберем исследование основы строительства одеться теперь ты исследуешь надо было только костер потушить так ну и чё у нас 2 процента исследовать нам придется предстоит около дня до максимально один день хорошо после основ строительства нам нужно будет собрать вот это сено скорее всего и вот это ярко лиственное растение изучить попутно набирая гептагонию для приема пищи 74 единицы сена пока что у нас есть можно гептагонию и высадить кстати говоря ой это кто такой плоскоголовое животное ну ладно с тобой и птагоне мы можем высадить где-нибудь вот хотя зачем нам строить эту грядку посадка саженцев сильно много опыта нам не даст гораздо больше мы получим собирая урожай ладно исследуй на 1 ищи пока что у тебя есть давайте посмотрим что тут вообще на карте а то и отвлекся о это никого только что заживали верблю зебру что ли да внушительное у вас количество 4 и 9 ничего себе еще здесь десятый но это близко близко ко мне надеюсь в первую волну не они придут а тараканы что тут еще у нас вокруг есть так еще два гнезда вижу четвертое вот тут вот это уже прям слишком далеко нам сюда наверное не надо нам нужно поближе к воде не вот на этом месте где мы сейчас живем мы задерживаться долго не будем это точно почему потому что вот этот вот про шеек водяной нас обезопасит от тараканов даже от богомолов каких бы там ни было размеров даже от самых больших но видите ли у них только есть у всех вышеперечисленных ближний бой а если на нас попрут вот эти вот как же они шипохвосты насекомые они же красные скорпионы просто скорпионы членистоногие придурки но там всякое них дальний бой есть есть они издалека будут стрелять своими вот этими шипами на хвосту и они нас таким образом здесь просто зажмут и обстреляют и мы не выживем а нам совершенно не надо не интересно вот тут пачка мндм сгуляет еще наша охрана желению которую приручать пока что нельзя вот тут водоем я вижу здесь уже на относительно небольшом удалении мы можем находиться здесь наверное да тут гептогония поблизости имеется уже можем собирать с ней урожай эти хлопок силикон курокожник в принципе нормально тут можно разжиться кое-чем а вот это у нас камень и камня в принципе хватит но тут нету ничего из-за сена да да а вот клочок сена имеется так что мы с тобой сделаем на 1 как бы нам с тобой так быстро прокачать строительство чтобы ты мог возводить ой улучшил интеллект до единички молодец какой если мы сюда будем перебираться нам нужно уже уметь строить каменные сооружения потому что камни тут в достатке поблизости на длинный пирс с блямбой фундаментов нам хватит покушать найдем чего вот здесь вот но я не вижу здесь ничего другого из-за пищи вот грибочки нашел нам зерно нужно поскольку нам придется изготавливать антибиотики мы не уложимся и в стройку и в добычу еды одновременно но же всего одни одна пара рабочих рук и нам нужно изучить зерно заранее бы высадить его начать ферментировать получить антибиотики так высокая трава вот здесь вот есть ее можно изучить но для начала давай закончим 25 процентов 24 уже исследования основ строительства бритва траву тоже было бы неплохо знать да и прокачка интеллекта будет в принципе не лишний здесь у нас что еще имеется ну плоский берег кстати но в отличие от соседнего места вот это этого здесь а мне прям мало он в основном весь в воде до куда мы не достаем так ну значит вот это наш единственный вариант пока что надеюсь особых сложностей не будет с возведением постройки именно здесь но посмотрим ну-ка раз вообще жизненные показатели более-менее в норме только ты бы вот поспать лег или или ты прям хочешь добить прошу прощения не давай-ка ты иди отдохни сначала потом с утречка перекусишь посидишь тут или погуляешь расслабишься да снаружи уже два градуса маловато а здесь под крышей возле кровати 8 но это куда не шло еще при сильном минусе то мы с вами здесь конечно будем испытывать трудности 90 процентов нам все на раз просыпайся уши сладкий сироп 10 процентов исследую еще может погулять сходишь чуть-чуть прикольного у стула есть анимация могу ли я сражаться в одиночку конечно можешь только ты сражаться не можешь в этом-то и проблема блин как будто змея шипит здесь такой звук возле стола а это наверное плоскоголовые растения так шипит но вот отлично исследована основы строительства при этом запас еды иссяк поэтому собираем урожай на 1 пошел это делать как раз ну какое-то количество сиропа мы отсюда получим конечно давайте продумаем мы теперь можем поставить пол ну допустим вот отсюда ну да вот какую-то часть фундаментов мы будем убирать и в теории все должно быть в норме сколько ты уже сироп собрал 30 штучек вот здесь вот сверху видно можно отслеживать 40 но на 2 дня а чё этот не собрал их на 1 на 1 ладно вот здесь сколько нам нужно сена не видно ну что ж не видно так не видно чё поделать занимайся стройкой стройку тебе еще предстоит прокачать а еж на 19 но он не убрал ему работу точно доедаешь предыдущее блюдо не 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 дружище давай тебе прям сейчас нужно закончить это все здесь нужно сделать хотя бы небольшое плато и обезопасить себя хоть немножко так хорошо далее 1 2 3 3 на 2 нам нужна минимальная площадь соответственно копируем вот это все и и вот 3 на 2 же у нас так будет 99 единиц не хватат получается не хватат ну ничего страшного сейчас время 23 часа тебе как раз нужно покушать и поспать до утра нападение агрессивных животных 13 выпьем пищи отменяется не хватает 6 единиц блин ну давай еще без этого строй вот эти грунтовые полы прям сейчас так далее я вот конкретно вот этот построй пожалуйста блин а у меня чего не осталось у меня не осталось совершенно этих как она сена сена так вот здесь нужно построить тебе склад для чего для еды да да строй склад и вот этот склад строй смысле затрудненный доступ нормальный доступ странно что доступ затруднен а мне нужно вот этот построить 1 хорошо здесь вот отменяем все выбираем сырые блюда вот здесь вот сырые блюда убираем и ну-ка захвати чуть-чуть да не 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 ну блин мужик съешь сладкий сироп о их там становится меньше ой мнд мс нормально блин мнд мс не справится один а так на раз а ты можешь мне подсказать пожалуйста так вот это мы отменим строительство склада блин а как отменить ты его а вот и вот эту вот конкретную ячейку опустошить и снести иди сноси склад на рак ой на рак трак и перепутал на раз ну окей давай иди сюда отозвать что ты будешь делать гулять но ты так догуляешься что тараканы придут наваляют те и все будешь бегать потом ну вот все собственно нападение животных началось переносишь вот теперь ты молодец надо чтобы только ты успел перенести хотя бы 30 этих единичек давай иди как можно быстрее ага теперь давай снесем с тобой вот этот вот пол я надеюсь тараканы не позарятся сюда ой ребята а я чё толстолок получается а ну-ка здание пол тена 6 ну вот этот какой-нибудь снесем тогда и давай сносить вот этот пол или вот этот сноси вот этот не трогай давай иди сноси чё чё поделать то и строй вот здесь вот сейчас копируем склад и установим здесь фильтры сена а куда ты его собрался переносить то дружище вы чё там жрете блин у меня не будет 12 никак а как он умер и я я пропустил я на на 1 осмотрел этот момент клад сломали ресурсы базовые все уже все понятно зря добывали камень но хоть физ подготовка подкачали тоже неплохо вы прям все хотите разрушить слушать и так сломайте тогда сразу что ли этот ну-ка построить себе спальное место отдохни что ли пока что но ясно они тут будут короче тусить давайте вот это вот вот эти приказы мы отменим сейчас судя по всему тараканы а нет они могут добраться вот здесь вот дам ну по крайней мере мы можем когда с вами на первые еще сколько нам нужно парочку дней да а вот каким-нибудь таким образом такого пятачка нам вполне себе хватит а мы здесь сможем разместить вот такую лежанку стол какой-нибудь на 1 диспе я отдых 26 процентов господи значит может даже камин обязательно наверное даже камин напротив него кровать но здесь дверь понятно здесь стеллаж сделаем для пищи ну и вдоль вот так вот как а нет не хватит нам места наверное придется вот так вот расширяться раз-два-три-четыре-пять пять базовых ресурсов на сено палки древесина камень до вполне четырех нам хватит подсказку про получение палок я вижу спасибо на раз уже проснулся уже кушает они все не уходит 20 часов прошло с момента нападения или сколько там пять а все они потихонечку исчезают куда они исчезают мне расскажут покажут или они просто а нет они убегают ну доброй дороги что ли вот это мы отменим чинить это не надо ничего это тоже рано что они костер не съели и укрытие из палок жалко его переносить нельзя вот это мы все сносим и и и и и и и на раз мне нужно два фундамента починить да вот на этот сколько мне нужно три единички сена давай-ка переноси спальное место я не понял а где сена ты чё начал строить что ли ё-моё куда-то уже отнес часть ресурсов блин зря я тут все разметил ну да вот они есть единичек сена давай вот что тебе сказать сноси вот этот вот фундамент нам нужно три единички сена так теперь нам хватает может отдохнешь пока тут еще эти два таракана тусят я не знаю уже вроде и сотка почти или покушай что ли б прохладно да я понимаю ну-ка мы можем и мы на него охотиться не можем счастье тем временем уже упала до двух процентов вроде мы пережили первое нападение не до конца еще значит этот парень не уже доел вот он ходит туда-сюда при этом на 1 не пугается при виде да вот этих вот тараканов почему-то блин мне этот таракан достал я сношу короче склад а затрудненный доступ ну скушай тогда что ли платки сироп я надеюсь короче видите они все снесли здесь абсолютно а у меня там нету я подумал что хорошая идея паша переехать сюда сразу на какую-нибудь платформу небольшую да но тут оказывается сена совсем чуть-чуть бритва трава сколько и здесь 10 штук то есть здесь 200 единиц сена имеется да в принципе ты хватит носи склады и вот это тоже сноси и вот это куда ты пошел а а вот это как это так таким таким чудесным образом и таракан исчез простите но я чё-то не понимаю сейчас это чё за история такая интересная ну лечи себя обрабатывай как ты а ну теперь это будет заблокировано навсегда их знаю давай лечи себя и сноси склады ой лечение прокачал молодец а у тебя прям тебе надо прям лечить себе да блин да десятый день уже повышение навык лечения 2 чего игра ты чё делаешь а каждое лечение 600 опыта дает вот почему она так быстро качается хочу за баг куда ты спать пошел иди сноси склады отдых у тебя 69 процентов еще и передвижение до на 45 ох какой ты интересный оказывается персонаж вот здесь вот этих складов мы ремонт отменяем а почему ты не хочешь их снести ну и держи пустыми их тогда я не знаю удалить 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 вот это вот уже удалить и не знаю давай призвать иди сюда с мы с тобой пойдем погуляем интересно могу ли я еще говорить я думаю да к для начала чтобы ты смог говорить тебе нужно еще покушать и тут и совсем совсем печальный будешь у меня к вечеру части повышается и не знаю не знаю за счет чего неужели ему нравятся такие марш и за 3 9 земель ой но оба с переключился так ну иди сразу за бритва травой оля и чтобы по два раза не ходить за ней можно же сходить один раз правильно так хранилища лад идешь там а вот смотри дружище я тебе предлагаю что сделать поставить здесь при хранилища позвать до строй склады три штуки в них будет храниться три ресурса а нет нам нужно как минимум вот так вот все на палке и сырая еда теперь иди сюда но здесь у нас есть гептагония где собирай ее это будет твоя еда сытость отдых расслабление ох как все печально и достаточно топлива я не переключил костер перед тем как уйти надеюсь его кто-нибудь снесет придется сюда как-нибудь сходить б опа не 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 подожди дружище ты сначала собери еще немножко а потом переноси костер теперь придется до него дойти и вручную его переключить все перетаскивай сладкий сироп тебе же на пару дней то хватит потом завтра еще придем у тебя 60 единиц ну на тебя на одного этаж на три дня так и пока ты идешь мы тебе разметим тут спальное место так что-то звуки странные какие-то подожди не кушай сначала спальное место построй потом кушай но вроде успели до нуля ты тыс не довели 23 часа как раз ты ляжешь поспать разнообразие еды тебе не нравится я уже 11 день обалдеть ну а чё я могу поделать ты не хочешь освежевывать тараканов я надеюсь это все снизь снесут монстры есть мясо тебе уже не светит блин 7 часов он еще дрыхнет иди погуляй а уже бездействуешь ладно хорошо а теперь смотри вот эту всю бритва траву срезай это да надо было на час раньше тебя будить и не особо нравится что конечно поспал но в теории у нас здесь 200 штук лежит до сена правильно понял блин а тут больше сена нигде нет вот только тут есть надо изучить срочно и траву зерновую тоже надо изучать до построил вроде планы в начале все пошло не так как нужно как обычно ты не хочешь погулять сходить сейчас вот 14 часов гуляй часик то во гуляет отлично расслабление хоть получил только ну 28 процентов расслабления да тоже нормально и физ подготовку еще прокачал теперь все сено наверное унесет да да по 120 единиц хорош час 19 часов слушай я бы посоветовал тебе прямо это я тебе и назначу так медленно ходишь у тебя движение на 45 травма от удара молнии здесь темно еще и асма так принес отлично молодец теперь смотри что я сейчас за кадром тут для тебя сделаю на паузе а я выставлю для тебя вот такой вот фундамент ой подождите а такой ли мне надо ну ладно давай строй пока этот я проверю максимальную длину на которую могу сейчас хотя бы себе позволить построить фундамент ага ну с этого то удаление они меня точно достанут да и ресурсов у меня пока что нет давайте каким-нибудь вот таким хотя бы образом тараканы не должны пройти хотя бы через этот фундамент я еще не вижу блин тут освещение так себе и возможно надо было левее начать строить интересно а животное они проходят вернее не проходят туда вперед от чего это зависит от глубины или от вот зоны просто прибрежной есть ли у животных меши вот здесь вот где-нибудь прохладно а я знаю от легкой осмотать а надо избавлять этом с костром тебя сейчас положу где-нибудь давай нет времени гуляй и строй расслабление нужно подтянуть ли нас с другой стороны хорошо что у него нету этого нервного срыва но как-то вроде хватает до ресурсов а вроде зачем ты переносишь полы то строй слушай на раз ты странный зачем ты ходишь туда-сюда у тебя живот лежит но я так подозреваю что сколько у меня еще здесь лежит 156 ну что вот эти фундаменты они легко сломают но у меня на большее нету ресурсов давайте хотя бы такой построим мостик копируем и в надежде на то что хотя бы вот на первое время вот так 54 и копировать раз-два нам нужно еще хотя бы вот так чтобы разместить здесь о молодец ну-ка 87 до хватает вполне себе если чё разберем что-нибудь и стройка еще на единичку нападение агрессивных животных и а чё так близко а на 1 вообще забудь про еду и это все тебе не нужно поверь мне иди строй прям сейчас какие-нибудь ближайшие построй здесь вообще не важно так все это достроишь во время нападения теперь делай вот так вот строй вот эти два склада здесь будет лежать у тебя сено и сырая еда далее вот это все выбираем опустошить и снести это тоже снести так что иди сноси склад да а вот эти активности мы тебе сейчас раз два три конструкции пола пока что заморозим в стройке так я надеюсь ты еду успеешь перенести мои навыки улучшаются естественно это в одиночку все делаешь дружище ну а давай ну ты либо поешь либо чё я не знаю все уже поздно давай иди сюда вот и тормоз у меня тут есть пачка мнд мс я надеюсь они мне помогут хоть чуть-чуть далее нажимаем отозвать и вот блин а какая глубина у этого фундамента давайте попробуем снести вот этот сначала куда ты пошел ну ты серьезно то есть на этот он может запрыгнуть а вот на этот скорее всего уже нет правильно то есть сноси вот этот вот блин здесь слишком мелко я не знаю ну этот тогда что ли снеси блин они все здесь короче не делай мне голову иди сюда сноси вот этот вот фундамент ага пачка мнд мс сейчас приоритет количество тараканов ну-ка все теперь перетаскивай сено и можешь достраивать то что здесь есть ой ресурсы ты сюда уже отнесся равно так что прокачивайся а негодяй они сейчас весь этот пол сломают то есть они в состоянии дойти до сюда как минимум нужно вот эти два ломать я понял возможно нужно еще глубже куда-то уходить но по крайней мере еще одно нападение мы пережили уже хорошо попросим его построить в себе спальное место на ты напряжен отчет напряженный дед дыхай строй спальное место до отдыхай кто тебе не дает я пока отменю вот эти все грунтовые полы они не спасают совершенно лестница там тоже не нужно как оказалось придется нам с тобой куда-нибудь туда вообще уходить и наверно на еще один фундамент неплохо тринадцатый день первое нападение было в восьмой или в десятый когда она там кончилась уже второе нападение сразу и мы избежали и травм на этот раз до нас вообще осталось только астма движение потихоньку восстанавливается травма от удара молнии блин а когда она пройдет нормально так молния шандарах может до сих пор ходим уже 10 дней 13 заблокирован на 1 а вообще-то нет если что а нет мы с тобой сможем если чё на 1 куда-нибудь продвинуться насколько вперед вообще мы можем продвинуться вот аж до сих пор с тобой а numa максимум вот досюда да но нам с тобой примерно так и надо нам вполне хватит места а вот туда а я вот там вообще лучше еще лучше а нужно как можно дальше так вот где у нас есть небольшой а вот а сейчас я запомню подождите вот эту точку вот она это будет дальняя точка спальня на 1 а вот запомним это по крайней мере сейчас чего там уходите нет собираетесь уходить то давайте уже шуруйте здесь максимально глубоко и далеко от берега по крайней мере тараканы заходят самостоятельно вот до этой зоны если бы это были скорпионы допустим что они могут подойти чуть ближе но ах им все равно хватает дистанции а да тут есть еще дальше можно построить а чё я тогда не построил а ну-ка он даже так можно еще дальше окно учет чего они там не уходит до сих пор их два он всего осталось ссылай их нафиг на раз и и и и и и вот здесь мы можем сделать переход до следующую комнату допустим вот так вот да в принципе живем до живем здесь нормальная глубина да нам вполне хватает я не уверен что эти скорпионы сильно глубоко пойдут если чё поэтому нормально это пока пятнышко отменим пускай висит у нас тут чё ты отдохнул нет голодный наверное уже а ну да ну давай тогда чё расписание отдых гуляй расслабляйся что упорно тараканы не хотят уходить я не знаю надоели они мне уже на разгол один вообще как черт как мы можем поставить с вами лестницы и как на причем их и контролировать нельзя неужели еще дальше нужно построить но не знаю на раз попробую вот эти грунтовые полы построить они же не доберутся до тебя ну-ка вот с этого уже могут добраться опасно при них это возводить эту постройку блин вы уже надоели ребят если честно может вы свалите а один исчез значит и это час исчезнет блин а тем временем у меня нету сена здесь я сейчас я не просто в просак попадая я рискую очень сильно стройка на единичку еще слишком долго ну давай таракан исчезай я не могу здесь с на расам ничего поделать и сена у меня тут нет под боком блин да ладно неужели придется за сеном сюда идти уже скоро следующее нападение отстань ты уже наконец-то исчезни мы походу с на расам успеем только за едой сходить так пока этот умалишенный таракан там ходит давай на раз нужно еще хранилища для палок и камней как минимум давай иди отдыхай дальше я сейчас тут сам фильтру установлю ой палки камни все отлично весь камень который наберем здесь оставим ой на 1 слушая может и мы еще с тобой кое-что проверим а ну-ка смотри как мы с тобой сделаем о исчез наконец-то исчез ух так можно сюда дойти не можешь хорошо давай я тебе построю еще один фундамент с него ты спуститься сможешь не сможешь хорошо давай построить тебя лестницу а лестницу могу делать но у меня ресурсов нет мне лестница сюда не встает окей еще один фундамент тебе делаю его ты можешь построить можешь слезть с него ты можешь нет почему-то а как ты на него тогда залазил раньше ой нет тебя давай смотри сено у тебя осталось вообще не очень много что ты ходишь гулять это конечно классно а вот наверное отсюда он и сможет до забираться скорее всего да ну серьезно мужик ты прикалываешься ты не можешь и отсюда слезть что ты такой немощный блин вот мы выделили точку нифига себе сколько фундаментов тебе нужно упу-ру-пу-пу-пу-пу блин так ну давай сноси что ли эти работы щас везде тут ключом иди сноси и мы с тобой а вот эту лестницу и мы с тобой пойдем за едой а пока ты сносишь я наверное ребятками попрощаюсь серия вышла довольно насыщенная два нападения мы пережили в вообще не не как никоим образом не дееспособным не боеспособным персонажем на максимальном уровне сложности принципе неплохо идем чтобы выжить 30 дней хотя бы нужно пережить еще 15 но я не уверен что следующая партия из тараканов будет либо маленькой либо просто из обычных тараканов состоять не кажется мы капнем с нарасом невкусного она тем большое спасибо за просмотр увидимся в следующей серии вам был павел вкусного чая и добра